Скоро окончание Великого Поста. Мы с Дусей подумали, что пора бы уже готовиться к пасхальному столу. Сегодня будем делать заварную пасху. Дуся, ну тебе под стол, а мне здесь. Видите, помыл руки специально, а то будете потом говорить, что я после Дуси руки не мою. Хотя Дуся у меня кристально чистая собака. В общем, смотрите, что я имею у себя на столе. Здесь 700 граммов творога, здесь сметана 150 граммов, я беру 20%. Ну, пожирнее, повкуснее, все прям как надо. Здесь у меня масло сливочное 120 граммов. Я его сразу на плиту отправляю, оно немножко должно подтопиться. Три яйца, которые я тут же отправляю сюда, к творогу. Кто-то использует только желтки, кто-то использует яйца целиком. Ага, пусть топится само. Я, например, считаю, что пасха должна быть вкусная. И самое главное, без лишних заморочек. Кто-то добывает огонь, пытаясь взбить желтки с топленым маслом и сахаром. Блин, а потом все это варится и спрашивается, а зачем вы взбивали желтки с маслом и сахаром, если один фиг вы это все потом варите. Никакого воздуха там нету, никакого смысла в этом вообще банально не существует. Смотрите, сахар. На этот объем у меня 150 граммов. Кто любит послаще, можно добавить больше, но я считаю, что 150 будет уже прям, ну, предельно. Больше точно не нужно. Дусенькая. Ну, сейчас пока процесс-то идет, мы даже еще не начали ничего готовить. Ваниль обязательно. Если у вас есть ванильный сахар, добавляйте его. Если есть эссенция, пожалуйста. У меня не обнаружилось ни того, ни другого, но я нашел. Причем, вы знаете, он сушеный, высохший стручок. Но я не вижу вообще никаких препятствий для того, чтобы использовать сушеный. Семечки в серединке также вот мы берем и выскребаем. Они там никуда не деваются, не теряют своего аромата никакого. Конечно, свежий гораздо приятнее. Но когда у вас нет свежего, можно использовать засушенный. Все равно я привожу большое количество ванили всегда из путешествий. Из Бали, там, например, или из Таиланда, или из Индии. Поэтому... Дуся, перестань. Ваниль добыли. Теперь изюм. Изюма по весу непринципиально. Смотрите, если любите побогаче. Ну, давайте так, чтобы не мучить людей. Врубаем весы. Смотрим, сколько у нас изюма. На этот объем 50 граммов будет достаточно. Берем кипяток. Заливаем. Чтобы он перестал быть сухим. И оставляем на время, пока будем заниматься самой пасхой. Я цукаты не люблю. Их нужно делать либо самому, либо покупать вот эти вот химические... Ну, представьте себе, там столько красителя, что аж половина пасхи у вас от этих яблочек зеленых, зеленые становится. Мы же знаем, что в природе таких цветов нет. И никто не делает апельсиновые цукаты такого цвета, чтобы у вас все красилось вот как у меня крышка от балийской сахарницы. Ну, нет, это все, конечно, чушь собачья. Поэтому изюм, орехи, любые сухофрукты, очень хороши персики сушеные. Кусочками рубите, немножко их запарили и туда. Это будет гораздо полезнее и приятнее. Дальше очень важный элемент. Многие люди и многие даже повара рекомендуют протирать творожную массу через сито. Если вы никогда не пробовали ее протирать через сито, я вас уверяю, это труд для кузнеца. Простая хрупкая русская девушка не может этого сделать. И я всегда говорю, возьмите блендер и не парьтесь. Не нужно протирать ничего через сито. Взбивать в пену. Нужно просто блендером все измельчить до однородной ровненькой массы. И все. О, классно. Кто-то скажет, что 3 яйца на такой объем творога многовато. Я вас уверяю. Люди, как только заканчивается Великий пост, начинают в себя запихивать столько всего. Свинину, говядину, яйца, все это вместе. Поэтому ничего страшного, что у нас будет яйца чуть больше нормы. Я всегда говорю, пасха должна быть вкусная, заварная, настоящая. Потому что одним ароматом творога, одним вкусом творога здесь не обойдешься. Поэтому сливочное масло потом в процессе нам даст сгущение. И яйца, соответственно, тоже дадут нам сгущение. Так. У нас получилась вот такая вот однородная ровненькая масса. Смотрите. Видите? Блестящая, красивая. Ну и самое главное, должно быть вкусно. Поэтому не переживайте. Перед тем, как вы будете ее отправлять в кастрюльку, мне нужно попробовать. Да. Сахара достаточно. Я ставлю сразу на плиту кастрюлю с водяной баней. Ну, то есть здесь немножко воды. Вот так вот. Пусть она нагревается. А эту массу я перекладываю полностью в кастрюлю, в которой мы будем ее варить. Кастрюльку с массой ставим вот сюда. И начинаем нагревать. Ни в коем случае не доводите до кипения. Нам нужно, чтобы яйца пастеризовались. Я думаю, что градусов до 75 примерно нужно ее догнать. Ну, то есть вы поймете, что вам можно даже палец туда опустить. Если пальцу горячо, сильно горячо. Но масса еще не закипела. Значит, уже пора ее снимать. Учтите, что как только вы перегреете массу, у вас может просто творог отсечься от всего остального и так далее. Хотя, вы знаете, я иногда несколько раз в своей жизни перегревал массу, доводил ее до кипения. Ну, кардинального такого ничего особо не было. Правда, потом пастка получается такая крупинчатая немножко. Здесь все-таки она должна быть такая однородная, очень сливочная. Вода закипает, все это мешаем, помешиваем. Можно сразу же параллельно обжарить кедровый орех, который у нас тоже пойдет туда. Вообще, конечно, она такая, как крем. Здесь не хватает только каких-нибудь печенюшек, и можно делать тирамису. Ну, а что здесь же все съедобное? Ну, только что там яйца сырые. Остальное, конечно, творог, сметана, ваниль, сахар, сливочное масло. Отличная смесь. Давай. Ядровые орешки мне прислали из Сибири, с родины моей. Смотрите, орешков сыпьте щедро. Если вы в процессе потом замешивания поймете, что орехов много, вы их можете просто так съесть. Но веса я вам точно здесь давать не буду, потому что это продукт такой, которого вообще без веса нужно сыпать и не стесняться. Это же самые вкусные орехи. Видите, местами начинает идти пар. То есть, значит, что масса уже нагревается. Кто-то спрашивал меня, как делать так, чтобы научиться переворачивать еду без ложки. А вот так мы и учимся. Берем рис или какую-то крупу, застилаем тряпкой большой стол, и в сковороде на холодную начинаем тренироваться. У кого-то с первого раза получается, у кого-то с третьего, четвертого. Но если у вас будет высыпаться, у вас будет высыпаться на тряпку, не будет разбегаться по всей кухне, и через короткое время вы научитесь. Я говорю, нужно там полчаса примерно убить для того, чтобы рука уже поняла, как переворачивать крупу. А дальше уже дело техник. Ведь чаще всего люди говорят, мы не можем научиться резать. Я говорю, ну, вам уже достаточно большое количество времени. Значит, есть там женщина, например, 60 лет. Вот она говорит, я готовлю, готовлю всю жизнь, а резать быстро не научилась. Так же, как и перемешивать. Просто чаще всего люди не дают этому должное внимание. И режут-орежут, я говорю, за 60 лет вы могли бы реально научиться вообще просто так обрабатывать фрукты и овощи. Но никому это не надо. Всем нужно быстро что-то скидать в кастрюлю бездумно, наварить каши и кормить ею своих домочадцев. Смотрите, масса получается довольно гладкая и однородная. То есть то же самое мы бы получили через сито, только потратили бы в два раза дольше времени. А то и в три даже, наверное. Как только творожная масса нагрелась, сразу же переносим ее на полотенце. Пока масса горячая, сразу же нужно сюда отправить цедру. Ну, в моем случае это цедра мандарина, потому что лимона у меня не нашлось. Рекомендуют отправлять цедру лимона. Но вы знаете, цедра мандарина тоже очень круто ведет себя в этом изделии и дает сумасшедший аромат. Если вы отправите цедру лимона или мандарина в самом начале, перед тем, как вы будете нагревать массу, есть вероятность, что получите горечь. Поэтому ее нужно добавлять перед тем, как заливать форму. Цедру замешиваем. Сразу такой какой-то благородный аромат стал у пасхи. Смотрите, чтобы там ничего не образовывались, никакие комочки. Масса плотная, и цедра норовит сбиться в комочки, прижаться друг к другу. Маленькие кусочки цедры. У меня формочка вот такая вот деревянная. Внутренний рисунок, видите здесь. Крестик. Христос воскресе. Ставлю в чашку. Вот такое вот ситечко. А на него, соответственно, буду одевать марлю. Марлю берем в 4 слоя. Заводим внутрь. С припуском даже можно немножко. В общем, главное, чтобы сюда у нас масса поместилась. Теперь ставим ее в сито. Она будет стекать. И к массе сюда добавляем моченый изюм. Весь отправляем вот сюда. Если есть веточки, нужно их убирать. И добавляем сюда еще орешки. Все это перемешиваем. В идеале, конечно, хорошо бы мешать до тех пор, пока все не остынет. Но, вы знаете, у меня особо времени нет. Я хочу, чтобы все процессы были какими-то ускоренными и какими-то ненавязчивыми. Со всеми этими деталями. Видите, я даже температуру не измерял. Я так на глаз. Но прикидываю, что пар идет уже. Значит, примерно градусов 70 есть. Теперь выливаем сюда. О, и хватит еще на одну формочку. Но, смотрите, масса получается довольно жидкой. Великолепно. Есть вариант, знаете, как? Сейчас она постоит 10-15 минут. Немножко отсядет, потом можно доливать. Но лучше всего распределить на две вот такие маленькие формочки. Для того, чтобы были две пасхи, так будет удобнее. Одна хранится в холодильнике, а другую едим. А я отправляю нашу пасху в холодильник примерно часов на 5-6. В идеале, конечно, ее нужно делать за сутки. Но можно и быстрее. Она будет, конечно, не такая плотная, не такая сухая. Но, может быть, это неплохо даже. То есть, в итоге что? Получается, что часть жидкости вот сюда вот слилось. Я ее отливал несколько раз. В идеале, конечно, ее чем дольше держать, тем лучше. Разрезаю нитку. И разбираю. Вот такое вот у меня. Коробочка эта, кстати, из кедра. Даже что-то отпечаталось. Я надеюсь, что будет видно. Хотя, конечно, вырезы маленькие, неглубокие. Аккуратно. Ну да, здесь, конечно, в буквочке Христос воскрес не дождешься. Но попытка была, поэтому считайте, что здесь написано Христос воскресе. Теперь ее следует аккуратно перенести на досточку. И, соответственно, чем украшаем? Орехами и ягодами. Все, что есть в холодильнике, все, что есть на столе. Мне нужны будут небольшое количество ягод. Часть ягод мы отправляем вот сюда. Не забываем про орешки. Обязательно миндаль. И пару капель меда. Как без меда? Во-первых, чтобы орехи все блестели. Во-вторых, чтобы клубника, которая в это время еще недостаточно сладкая, была вкуснее. Это же все-таки Россия. Русский человек любит, чтобы пасхальный стол был богат и вкусен. Как говорят на Руси, Христос воскресе. А вы мне отвечайте в комментариях, воистину воскресе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...